МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании Город. Время говорить. Главная тема сегодня. Спасская прокуратура проверяет сведения о вспышке инфекционного заболевания в детском лагере. Поступил, не поступил. Сегодня подписан приказ ректора Рязанского госуниверситета о зачислении на бюджетные места. А теперь обо всем подробнее. Получила продолжение история с инфекционным заболеванием детей в одном из лагерей отдыха Спасского района. Напомним, в минувшую пятницу в нашу редакцию обратились родители заболевших ребят. Они возмущены тем, что, по их мнению, руководство лагеря своевременно не предоставило информацию о случаях инфекции. И немало детей в этой связи попало в больницу. Продолжает тему Глеб Галушкин. Родители детей, возможно, заболевших сирозным менингидом в одном из рязанских пионерлагерей, опасаются показывать свои лица. Ведь пока их дети лежат в инфекционном отделении 11-й больницы. Мой ребенок пробыл в лагере Озерной неделю. На восьмой день он мне позвонил, сообщил о плохом самочувствии. Также он сообщил врачу лагеря. Меры никакие приняты не были. Я ближе к вечеру поехала, его забрала, потому что самочувствие ухудшилось. Ну и в ночь мы вызвали скорую, попали в больницу. И каков диагноз? Диагноз – менингид. По словам родителей, первые случаи инфекционного заболевания произошли еще в конце второй смены. Ребенок Ирины Мурушкиной отдыхал как раз в это время. Ну так относиться к детям. Вообще мне звонил с ампедстанции, я им объяснила такую ситуацию, что ребенок мой заболел, вы там предупредите, потому что начинают принимать детей в третью смену. Они говорят, конечно, конечно, мы все скажем. Вышло то, что детей приняли. Родители детей подозревают, что руководство лагеря скрыло факты заболеваний, потому что не хотело возвращать деньги за путевки. Я думаю, что они боялись, что родители начнут возвращать деньги. Поступили непорядочно в том плане, что случай первый был еще во второй смене, как потом выяснилось. Они это скрывали, родителям не сообщили. И каждому из родителей они говорят, что наш случай был первый. Непонятно, чем они руководствовались вообще. Почему, из-за чего они там ставят свои материальные какие-то интересы, высшие интересы здоровья детей. Непонятно. Мне кажется, такие люди не должны работать с детьми. Сейчас родители написали заявление в прокуратуру Спасского района. По изложенным в обращение фактам, прокуроры совместно с Роспотребнадзором начали проверку лагеря. В прокуратуру района в настоящее время организованная проводится проверка. Информация изложена в эфире телекомпании «Город», а также в поступивших в пятницу обращений гражданина о заболевании ребенка спортивно-оздоровительным комплексом «Озерный». В настоящее время проверка не окончена. О результатах проверки будет сообщено дополнительно. Также на сделанный нами ранее запрос мы получили официальный письменный ответ областного управления Роспотребнадзора. Вкратце, документ содержит сведения о том, что ведомство контролирует эпидемию ситуации в регионе. Специалистами проводятся плановые и внеплановые проверки детских учреждений образования и отдыха. Что касается интервирусной инфекции, то для нее характерна летне-осенняя сезонность. В прошлом году зарегистрировано 27 лабораторно подтвержденных случаев. В этом году их 26. Однако впереди еще август. Абитуриенты Рязанского государственного университета с утра заспешили в потенциальный альмаматор, а другие погрузились в изучение интернет-данных. Дело в том, что сегодня исполняющий обязанности ректора РГУ Сергей Пупков подписал приказ о зачислении на бюджетные места. Опубликованы также полные пофамильные перечни абитуриентов. Из РГУ репортаж Оксаны Тебенихиной. Для большинства выпускников школ и колледжей нет ничего важнее, чем удачное поступление в ВУЗ. Будущие студенты Рязанского государственного университета уже могут увидеть свои фамилии в списках поступивших. Конечно, проходной набрала. Вот теперь жду скорее уже учиться, поступить, чтобы все стало нормально. Все уже скоро должно быть все понятно. А мне очень радостно, что я поступила на бюджет. Это какая-то гордость, подарок для семьи и для меня. Исполняющий обязанности ректора РГУ Сергей Пупков уже подписал приказ о зачислении первой волны удачливых студентов на бюджетные места. К концу недели станут известны имена всех ребят, которым повезет учиться на бесплатной основе. Те, кто не пройдет на бюджетные места, имеют возможность заключить договор и обучаться на внебюджетной основе. Стоимость обучения на внебюджетной основе точно такая же, сколько нам платят бюджеты – 63 320 рублей в год. Несмотря на то, что в этом году пропускной балл по ЕГЭ для абитуриентов стал значительно выше, все бюджетные места будут заняты. Правда, конкурс на каждое место в связи с изменениями условий стал ниже. Да и резкое улучшение качества знаний не на шутку удивило приемную комиссию. Ситуация везде примерно одна и та же. Средний балл ЕГЭ у тех, кто подает документы в ВУЗ, в сравнении с прошлым годом, на 20-30 баллов выше. Эта ситуация, на мой взгляд, вызывает большие вопросы в качестве проведения ЕГЭ. Ну, я допускаю, что у нас молодежь умнеет, лучше готовится. Ну, рост, допустим, 2-3 балла, 5 баллов, я еще могу понять. Но когда это в среднем на 20-30, не знаю, сомнительно. Добавим, что в списке поступивших, который опубликован на официальном сайте РГУ, видны в основном русские фамилии, что, несомненно, радует, особенно после того, как стали известны скандальные подробности о сдаче ЕГЭ в республиках Кавказа. Некоторые видеомысли по поводу 83-й годовщины ВДВ в десантной столице Родины в репортаже Марины Комиссаровой. Минувшая пятница была примечательна прежде всего празднованием даты, ставшей в Рязани народной – Дня воздушно-десантных войск. Вопреки ожиданиям многих жителей города, день прошел относительно спокойно и торжественно. Уже в первой половине дня возле ЦСКА состоялось открытие выставки военной техники. У входа на стадион расположились боевые машины, которые с удовольствием осваивали самые юные гости. Праздник стартовал на самом стадионе. Показательное выступление разведроты с традиционным разбиванием кирпичей, захват боевиков, приземление именитых парашютистов прямо на стадион, демонстрация авиатехники в безоблачном рязанском небе. И десантники и гости с восторгом принимали праздничное выступление. А самым, пожалуй, трогательным номером стал вальс курсантов училища ВДВ с девушками из губернского бала. Торжественная часть началась с поздравлений первых лиц города и области. О том, что при упоминании Рязани у любого человека возникают две ассоциации – Есенин и ВДВ – вспомнил губернатор Олег Ковалев. Я рад, что главная кузница кадров для крылатой пехоты по-прежнему живет и действует и развивается на рязанской земле. Нам удалось не только сохранить училище, но и добиться увеличения набора будущих курсантов. Воин-десантник является образцом защитника Родины. И несмотря на то, что служба ВДВ – одна из самых трудных, если не самая трудная, она была и остается одной из самых престижных военных профессий. Действительно, воздушно-десантные войска – гордость нашего города. Сейчас странно даже думать о том, что еще несколько лет назад уникальный полк, выполняющий абсолютно любые тактические задачи, мог быть расформирован, а училище закрыто. Тогда бы праздник в Рязани действительно проходил со слезами на глазах. Кроме десантного праздника и дня города, в Рязани прошел проект под названием «Продюсеры с большой дороги». Его организовал наш сетевой партнер – популярный канал «Перец». Рассказывает Глеб Галушкин. На музыкальный проект телеканала «Перец», съемки которого прошли в эти выходные в Рязани, собрались исполнители почти со всей России. Проект «Продюсеры с большой дороги» призван помочь выявить талантливых певцов и музыкантов. Обязательное условие конкурса – исполнение песни только на русском языке. По словам продюсеров, главный приз – участие в большом концерте в Москве. У наших продюсеров есть свои вкусы, каждому что-то нравится, но они стараются не ссориться, и поэтому есть установка такая. Песни в русском жанре, песни, которые звучат у людей, которые в дороге, у людей, которые воюют, обороняют, у людей, которые занимаются чемпиональным трудом. Победителя музыкального конкурса определяют голосованием участники и зрители. Это, по мнению организаторов проекта, поможет выявить наиболее достойного исполнителя. На сегодня все. Всех с началом новой трудовой недели и до встречи завтра в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин